Синемания. Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира. Страны Москвы и Подмосковья. Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток. В эфире программа Синемания. Планета Земля. Радио 1 Подмосковья. Планета Земля. И на ней сидит Екатерина Тимошенко. И рядом со мной Давид Шнейдеров. И у нас сегодня в гостях замечательная женщина Ирина Шаталова. Пришла нам по какому поводу-то. 15 августа в Москве стартовал 8-й международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году на смотре представлено порядка 70 работ из 25 стран мира. И Ирина Шаталова является директором этого фестиваля. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что пригласили. Ирина, самое интересное, что есть в фестивале «Докер». Самое интересное? Ох, сложно так вот емко сказать одной фразой. Скажите, не одной. Все-таки, ну, наверное, с точки зрения зрительской, самое интересное, то, что представлена палитра географическая, палитра тем. То есть представлены все континенты, нет ограничения по тематике. Мы смотрим на то, как сделано документальное кино. Самый такой главный, не всем понятный принцип и слоган фестиваля «Кино важнее документа». Все, кто делает фестиваль, все, кто его организовал, основал действующие документалисты, я по профессии оператор, наш программный директор-режиссер, отборочная комиссия режиссера. То есть это такой фестиваль, который вырос изнутри, скажем так. И поэтому для нас очень важно выделять профессии документалистов, оценивать их, для нас важно, как сделано кино, и для нас важно показывать зрителю, что документальное кино возможно смотреть на большом экране. То есть, наверное, вот это самое главное. Действительно, зритель, когда приходит впервые на фестиваль, он уходит с таким ощущением вау. Я никогда не смотрел документалистику на большом экране, никогда не думал, что она такая зрелищная. Наверное, так. Чем ваш фестиваль отличается от арт-док-феста Миталя Манского? Есть основной такой формальный признак. У нас фестиваль зарождался изначально, как международный, у нас очень мало российских фильмов. Это то, что нас интересовало, нам хотелось открывать кинематографии разных континентов, может быть, даже экзотические кинематографии и Латинской Америки, и Азии, и даже Африки. И в этом смысле арт-док-фест всегда был нацелен на русскоязычное кино, либо российское, либо русскоязычное. В этом смысле у нас всегда было в конкурсных программах по одному-два фильма из России, и всё. Постепенно мы начали расширяться в программах, появились специальные программы, вот появилась программа «Новая школа» студенческое кино, там уже появились российские фильмы. Но если говорить об основной программе, основной конкурс, конкурс короткого метра, у нас также есть такая очень необычная программа документальное кино об информационных технологиях, Лат-Айти-Док. В основном в этих программах всегда превалирует зарубежное кино. — Почему фестиваль «Манского» запрещает, а ваш процветает? — Ну, процветает это, конечно, спасибо за такое. — Всё-таки он проходит уже в восьмой раз. — Он проходит восьмой раз, но если говорить о динамике, то с пандемией нам стало, ну, я думаю, что всем стало тяжелее, безусловно. В этом году не легче, честно говоря, и нам очень сложно привозить людей, нам очень сложно финансово здесь, всё это остаётся. — Если говорить о том, что произошло с «Ардокфестом», ну, я думаю, что здесь очевидный ответ. Есть открытая позиция, открытая оппозиционная позиция, да, заявление основателя фестиваля. — И достаточно много, ну, на наш взгляд, то, что отличает, опять же, наш фестиваль, достаточно много политических высказываний, политического кино. Вот, здесь всё-таки у нас, я не могу сказать, что у нас есть какая-то, какой-то запрет на такое кино, но мы изначально рождались другим фестивалем. То есть мы изначально его не брали, не показывали и уходили немножко в сторону такого, может быть, поэтического повествования, чем публицистического. — Насколько сложно в современных реалиях снимать документальное кино? Я имею в виду все современные реалии, включая пандемию и прочую благодать, которая на нас свалилась. — Ну, здесь, что можно сказать, документальное кино никогда не было лёгким жанром, направлением, и для съёмок, и для съёмок в России это всё-таки официально непрестижное направление. То есть, допустим, я училась на операторском факультете во ВГИКе, и когда я училась, это было начало двухтысячных, тогда в документалистику никто не хотел идти. Это было настолько, ну, как-то неинтересно, какой-то второсортный такой жанр считался. И, по сути дела, документалистикой и остаются заниматься единицей, у которых что-то сильно откликается, которые не могут как бы без этого. Поэтому, конечно, это всегда какая-то борьба, это всегда сопротивление, это всегда какие-то невероятно долгие поиски, финансирование продюсеров, убеждений и так далее. Если вообще существует продюсер в этой схеме, иногда просто авторы даже не пытаются идти в сторону каких-то студий, продакшенов, просто снимают всё за свои годами, и потом в итоге всё-таки фильм может вдруг выстрелить и окупиться. Такое тоже может быть, но это невозможно спрогнозировать. — Окупиться? А где, кроме фестиваля, можно увидеть документальное кино? — Ну... — В России? — В России сложно. В России с этим проблемой, потому что телевидение, конечно, не очень жалует это кино, это всё-таки не формат. Там нету, как правило, если говорим о том кино, которое показывает наш фестиваль, да, авторское документальное кино, нет закадрового голоса, разъясняющего, что происходит, и какого-то привычного для телезрителей формата. — То есть его нужно смотреть? — Его нужно смотреть, желательно, конечно, вообще сконцентрировавшись, идеально, если в кинозале. Но платформы начинают интересоваться этим направлением, начинают что-то продюсировать, запускать. В частности, Кион сейчас старается идти в эту сторону. Ну и многие, на самом деле. Старт несколько лет назад начал даже покупать фильмы, включая короткометражки документальные. Вот. Но если говорить глобально о том, как может окупиться кино, но всё-таки зарубежные каналы покупали и российское кино. — А у нас канал был 24ДОК, который погиб. — Да, да, был прекрасный канал, конечно. Все документалисты его очень любили, все там показывались. Это правда. — Слушайте, я много лет назад был на фестивале документального кино в городе Салихард. — Антропологического кино. — Антропологического кино. Но и заставлю любопытнейшую дискуссию между визуальными антропологами из МГУ и кинодокументалистами, которую возглавлял Андрей Головнёв. — Который сейчас директор полскамеры. — Который сейчас, да, совершенно верно. А тогда на фестивале ещё была Марина Головнёва, его сестра. И суть дискуссии была в следующем. Должен ли режиссёр быть участником процесса? Или только поставил камеру и наблюдаешь. Ну, то есть, условно, Виталий Манский всегда активный участник процесса. Активный. И он выражает свою позицию. А Александров из визуальной антропологии МГУ говорил, что нужно поставить камеру, которая фиксирует всё, что она видит, а потом ты убираешь длинноты. Ваша точка зрения? — Вы знаете, вот так вот сейчас в точку поставили этот вопрос, потому что я только что уехала из кинотеатра «Октябрь», где сейчас началась дискуссия. Ну, так, конечно, она названа громко, будущее документального кино, но как раз-таки там собрались и режиссёры, и продюсеры, и документалисты, и антропологи. Потому что мы тоже задумываемся над этим вопросом. По сути дела, визуальная антропология, которая снимается методом длительного наблюдения, да, очень-очень похожа на документалистику. И в этом смысле, ну, у меня нет однозначного ответа, потому что я и с Виталием Манским работала ещё вот когда закончила в ГИК, мы снимали «Далай-Ламу» тогда, и «Девственность» был такой фильм, там, конечно... — Блестящий фильм. — Там, конечно, вот то, о чём вы говорите. — И он же там сам появляется, он же берёт сам интервью девочек. — Да, ну, там это было... — Я помню, что я в кино ходила. — Неизбежно, да, этот фильм показывал, он был снят на видео, был переведён на киноплёнку, потому что тогда ещё не было развитой ДСП-проекта цифровая. Ну, и здесь я всё-таки занимаю позицию, во-первых, оператора, во-вторых, наблюдателя такого. Я приветствую абсолютно разные методики и считаю, что каждый режиссёр, каждый автор имеет право на свою методику. Дальше уже вопрос восприятия этой методики, зрителя, потому что, соответственно, те, кто критикует вот это вот внедрение, конструирование ситуации, их тоже совершенно спокойно можно понять, конечно же. Наверное, для меня самое важное, чтобы не было какого-то насилия над ситуацией, над героем, потому что, ну, во-первых, я, в принципе, не поддерживаю насилия ради кино. То есть я не думаю, что это вообще нужно. Во-вторых, это всегда видно на экране, на мой взгляд. То есть если ты начинаешь педалировать что-то, давить на ситуацию, это всё равно вылезет, это всё равно будет чувствоваться зрителем. Поэтому здесь, а уже это будет метод наблюдения или это будет метод конструирования, внедрения в ситуацию, какой-то провокации, всё имеет право на существование. Ирина, вот, наверное, года три назад у фестиваля Докер был ролик, в котором там режиссёры, актёры, там, поэты говорили, да, своё мнение об этом фестивале. Андрей Кочеловский сказал, что документальное кино, оно не для телевидения, а для людей, которые умеют читать. А какие книги вы читаете? Какой неожиданный вопрос. Ой, вы знаете, я, ну вот, у меня последнее время, вообще, очень мало времени остаётся на чтение, и для меня это очень печальная ситуация, потому что, помимо того, что есть Докер, есть постоянно съёмки, да, вот мы сейчас заканчиваем фестиваль 1 сентября, летим на Алтай снимать там диких животных и всё прочее. У меня в последнее время идёт какой-то крен в такую психологию, в сторону вот исследования себя, в сторону какой-то научной литературы. То есть у меня вот пока что идёт такая, наверное, специфика, поэтому здесь я бы не... Литература, да, которая интересуется. Это же, кстати, было же, по-моему, зимой опрос, что россияне всё чаще-чаще интересуются именно такой литературой. Может быть, здесь, может быть, есть какой-то запрос на это. Отчасти это отражено, даже у нас на фестивале у нас появилась не так давно программа «Доктерапия», где мы показываем фильмы, связанные с какими-то ментальными сложностями, проблемами, расстройствами, и пытаемся вот их обсуждать уже на более профессиональном уровне с психотерапевтами, психологами. Да, ну и саму профессию, как я понимаю. И саму профессию как-то выделять, да. Это такой запрос, который тоже пришёл просто от команды. Почему зачастую российское документальное кино много сильнее российского игрового? Да, это такой интересный вопрос. Сильнее. Не знаю, может быть, здесь есть ещё вот такой момент, что когда ты смотришь на реальную жизнь, почему-то вот эти, может быть, технические какие-то огрехи, да, может быть, какая-то недостаточно высокая профессиональная планка уходит на второй план, потому что первое, что ты начинаешь воспринимать как зритель, да, подключаться к какой-то реальной истории, к реальным героям. Может быть, здесь как раз такая индустриальная часть кинематографа, да, она, может быть, чуть-чуть отходит на второй план и выходит на первый план герои, которых находят документалисты, а герои, это, соответственно, там, все наши русские люди. Может быть, они какие-то более такие самоигральные, чем люди... Живые. Живые, да, чем люди, которых придумывают сценаристы. Не знаю, здесь сложно. А насколько велик интерес к нашему документальному кино за рубежом? Достаточно велик, всегда был велик, и сейчас это остаётся, конечно же. Я думаю, что здесь, в общем, такой тоже вопрос. Какие-то фестивали, для них очень важно находиться внутри конъюнктуры, да, внутри каких-то современных тем, тенденций, сиюминутных, важных каких-то. Поэтому, конечно, они будут искать, ну, определённую, там, у них есть определённый запрос на тематику, ту же самую политическую, ту же самую оппозиционную, это безусловно. Но при этом, вот, буквально недавно, молодая команда дистрибьюторов российских, такое агентство Eastwood Agency фестивальное, которое помогает молодым, особенно ребятам, продвигать фильмы на фестивалях, они сделали такое исследование за последние несколько месяцев, начиная с февраля, что произошло с российскими фильмами на фестивалях. То есть, насколько там, вот, процентов сократилось, участие фильмов, интерес к ним и так далее. И выяснилось, что интерес только вырос. То есть, вот, за это время фильмов пригласили, там, больше на какое-то количество процентов, чем за то же самое время в прошлом году. То есть, здесь понятно, что интерес всё равно есть, и на уровне человеческом, а документалисты всё-таки живут именно на этом уровне, они понимают, что они снимают кино о реальных героях, да, их смотрят, как правило, обычные зрители. Это всё абсолютно человеческие связи, человеческий уровень. Для них важно его поддерживать, важно продолжать культурный диалог, обмен. И поэтому российское кино документальное будет интересно в любом случае. Ну, как и нам, на самом деле, интересно любое другое кино. Я ещё, знаете, про что хотел спросить, наконец-то, у человека, который занимается организацией фестиваля, как-то не удавалось раньше, как подбирают картины для открытия и закрытия, ну, вот, в частности, да, для документального фильма, и какую смысловую, ну, смысловая нагрузка, это так себе выражение, да, но вот какой смысл они в себе несут, чтобы что, вот, показать их, чтобы что? Ну, здесь много аспектов. Первый аспект открытия и закрытия проходит в большом зале, по сравнению со всеми остальными показами. По крайней мере, так у нас на фестивале устроено. Мы проводим открытие и закрытие в самом большом зале в Москве, да, в первом зале киноцентра «Октябрь». Это зал, где больше тысячи человек. Соответственно, конечно, когда ты выбираешь фильм, ты понимаешь, что тебе нужно его как-то продвинуть, тебе нужно о нём рассказать, и желательно, чтобы пошла какая-то волна, может быть, сарафанное радио. Поэтому здесь, опять же, от года к году решения принимаются совершенно по-разному. У нас были такие времена, когда мы, когда я просто была на 100% уверена, что вот этот фильм выстрелит, и не будет никаких проблем. Последние три года мы понимаем, что будет сложно собрать тысячник, вот при любом раскладе, что ни привези. И есть такая ещё особенность. У нашего фестиваля мы не идём за какими-то известными персоналиями принципиально, потому что для нас важна всё-таки именно подача, как сделано кино, что-то, может быть, необычное в киноязыке. И поэтому нам сложно апеллировать тематическими группами, какими-то фан-сообществами и так далее. То есть то, что часто тоже привлекает документалистики. Условно говоря, делаешь фильм про известную группу музыкальную, да, или про писателя, ты понимаешь, что точно придут не только поклонники документального кино, но и поклонники конкретной персонали. У нас этого нет. И вот в этом году мы открывались рискованной, конечно, картиной для открытия. Она полностью построена на хронике. Для нас это вообще первый случай за все 8 лет, когда у нас хроникальная картина попадает в основной конкурс. Фильм «Красная Африка» Александра Маркова, который рассказывает о нескольких, по сути дела, от такой 30-летней истории отношений между СССР и странами Африки. То есть это фильм, который соткан из кадров кинохроники тех лет, и который, конечно, когда ты смотришь на экране, ты настолько погружаешься в какой-то другой мир, и настолько он тебя выдергивает из нашей реальности. Несмотря на то, что фильм звучит, опять же, достаточно актуально для наших дней сейчас. Ну, вообще, то есть отношения с Африкой, какие-то, скажем так, пропаганда советская внутри африканских стран. Опять же, страны, которые влюбляются в эту всю эстетику советскую, и вот идут вроде бы как за какой-то удивительной страной, а потом это все заканчивается, ну, фактически, перестройкой, когда все оказываются вообще не... Потом гражданской войной заканчивается все это дело. По сути, да, по сути, да. А закрывать фестиваль будет иранская картина. Закрывать фильм будет иранская картина, которая у нас в российском переводе называется «Город говорящих ветров». Вот я скажу здесь честно, мы ее взяли, потому что она очень эффектная, она очень зрительская, она семейная, то есть мы ее даже специально дублировали, потому что мы пытаемся привлекать также и маленьких зрителей, и вот эта картина 6+. То есть она рассказывает об одном из старейших вообще городов Земли, и повествование идет от имени стихии. Вот, то есть изначально, собственно, иранцы ее как бы озвучили, да, вот этими голосами, и мы им предложили сделать дубляж, потому что тогда она привлечет еще больше зрителей. То есть здесь у нас была такая ставка на то, что это зрелищное, эффектное, очень красивое кино, очень поэтичное такое, которое заслуживает большого экрана. Ну, плюс ко всему, сами иранцы тоже приедут, мы буквально недавно об этом узнали. А насколько свободны кинодокументалисты в странах Востока? Джавар Панахи вообще-то в тюрьме сидит. Да, это правда. Ну, как, конечно, не очень свободно. Знаете, я была на фестивале в Иране, на фестивале Cinema Verite, у них он называется, достаточно крупный фестиваль документального кино, который проходит уже, по-моему, больше 20-30 лет в Тегеране. И там было парадоксальное ощущение. С одной стороны, они пытались и пытаются привозить тоже палитру фильмов из самых разных стран, и множество участников фестиваля из разных стран, включая Америку и Европу, и, в общем, кого только они не привозят. Но при этом у них на фестивале не происходит обсуждений вообще. То есть вот как обычно показывается фильм, а потом идет обсуждение. При том, что авторы присутствуют, да, то есть авторы фильмов присутствуют на показах, но с ними не общаются зрители. Их куда-то уводят, их ведут к прессе, там с ними что-то общаются. И вот ответ на эту загадку таков, что у них были обсуждения до какого-то времени, но потом они прекратились, потому что обсуждения шли не в правильном русле. Ну, то есть не в правильном цензурном русле. Поэтому, да, это напряжение там чувствуется, оно там есть. И мы общались с вот этой компанией, ну, командой иранских документалистов, иранин-индепенденс, да, которые как раз-таки идут немножко в другом русле, в независимом. Ну, что, вот, да, таковы реалии. Они пытаются в этом все равно продолжать жить, продолжать снимать, что-то делать. У вас идут обсуждения после сеанса? Да, у нас идут обязательно. У нас после каждого сеанса есть обсуждения. Ваши действия, если обсуждения пойдут в неправильном русле? Ну, у нас пока нет такого понятия, что это неправильное русло. Ну, по крайней мере, здесь что? Если говорить о том, что кто-то начнет митинговать, например. Нет, зачем же. Вот, или как так? Восказывать свое отношение к событию. Ну, учитывая, что предмет фильмов все-таки имеет какую-то свою тематику, да, ну, даже сейчас идет фестиваль. Вот, прошло уже там 3-4 дня таких вот обсуждений и с российскими авторами, и с зарубежными авторами. Не знаю, идет какая-то... Вот первый фильм у нас был, первый фильм программы назывался «Солдат Ахмед». Про австрийского военного, турецкого происхождения, который идет на актерские курсы. И он туда идет, потому что он понимает, что ему нужно решить какую-то внутреннюю проблему свою, как-то вернуться к себе, что-то найти. Вообще он с детства мечтал вот быть актером. И там ему дают задание расплакаться. И вот практически весь фильм он пытается заплакать. Очень трогательная, очень человеческая история, безусловно. Потом после этого выходит режиссер на связь, ему задают первый вопрос. Как вот вы познакомились, нашли героя? Ну, как обычно, первый вопрос. На что он говорит? Ну, я вот пацифист, я с Ахметом просто был дружен и ходил с ним на бокс вместе. И никак не мог понять, как такой прекрасный, трогательный, какой-то понимающий человек, почему он всю жизнь занимается военщиной вот этой. Зачем он ходит там? Зачем он этим занимается? Ну, при этом эта дискуссия не идет в какое-то еще русло дальше. Ну, в какую сторону не отклоняется, да. То есть, в принципе, пока не было такого, скажем так, прецедента, повода. Ну, даже если он будет, мы скажем, окей, мы вас поняли, но давайте обсудим фильм. Давайте дальше. Следующий вопрос. Как вообще меняется современная документалистика? Ну, конечно, очень сильно влияет и технический прогресс, да, который вот так был, несколько скачков технических происходит в последнее время, они все учащаются и учащаются, и вот за последние 10 лет произошел очень мощный скачок в сторону облегчения техники и улучшения качества. Это, конечно, очень сильно повлияло на документалистику, потому что если даже вспомнить то, на что мы снимали 10 лет назад, это совершенно несравнимо по своему объему, по самому весу и по тому качеству, которое давало. То есть сейчас, конечно, техника позволяет снимать минимальными группами с минимальным набором света каких-то технических приспособлений. И при этом, конечно, должно быть умение, профессионализм, но при этом ты получаешь на экране изображение, которое может сравниться с игровым. Это правда так. И я думаю, что дальше будет все интереснее и интереснее. И может быть... То есть у меня вообще есть такая теория, что, возможно, документалистика каким-то образом так встанет на одну ступень с игровым арт-хаусом. О, как интересно! Мне кажется, что да. Мне кажется, что, безусловно, останется мейнстрим, безусловно, останется такие фильмы-аттракционы, но вот это среднее какое-то звено вполне себе может занять документалистику, потому что она просто перестанет вступать по качеству игрового кино. Документалистика. Свободное кино? В зависимости от того, кто ее делает. И где ее делает? Нет, все-таки кто. Потому что где... Ну, всегда можно найти способы разговаривать с определенным языком. Я просто к чему спрашиваю. Я прочитал, что в какой-то статье написали, что аналог Оскара в документалистике это китайская премия. Я пытаюсь понять, почему премия вручается за свободное кино в абсолютно несвободной стране и считается аналог Оскара в документалистике. Что это вообще за премия китайская такая? Я вот, честно говоря, не слышала о такой версии, что какой-то есть китайский Оскар документальный. Там есть замечательный фестиваль документального кино. Крупный, большой... Ну, на самом деле, в любой стране большой есть какой-нибудь очень хороший фестиваль документального кино. Вот чего-нибудь, что ни возьми. Аргентину, ЮАР. Везде есть какой-нибудь один фестиваль документального кино. А что касается Китая, вы знаете, вот у нас на первом фестивале, который мы организовывали абсолютно, ну, фактически, вот вообще без денег, да, без каких-то связей, поддержки, мы просто... А кто оплачивает аренду кинотеатра «Октябрь»? Мы с кинотеатром «Октябрь» работаем как прокатчики, то есть мы делим 50 на 50 доходы от билетов. — Нужно ли получать прокатное удостоверение для фильмов, демонстрируемых на фестивале? — Если фестиваль международный входит в реестр фестивалей, тогда нет. Ну, собственно говоря, у нас все фестивали, которые проводятся в России, их несколько сотен, они все входят в этот реестр, чтобы не получать прокатное. — Сколько билеты стоят? — От 300 на утренние сеансы, от 300 рублей до 500 на открытие, закрытие. — Какой примерно процент зала заполняется? — Ну, поскольку сеансы идут в разное время, иногда параллельно, иногда присутствуют, допустим, 20 человек, нас это даже не смущает и не пугает, потому что мы понимаем, что не каждое кино там обязано заполнять 100% зала и быть проданным, но при этом, опять же, на открытие-закрытие все-таки большую часть мы стараемся заполнить. То есть, ну, наверное, мы можем говорить о половине зала в среднем. — А октябрь сдвигает сеансы игрового кино ради фестиваля? — Ну, в октябре 11 залов, поэтому ради открытия-закрытия они, как бы, эти даты фиксируют задолго до начала фестиваля, а уже наши регулярные показы, они идут в двух-трех залах параллельно, соответственно, есть еще свободные другие залы. — Синемания. Область культуры. Вся палитра культурной жизни мира в страны Москвы и Подмосковье. — Мы продолжаем. Вы слушаете «Синеманию» на Радио 1, на Первом подмосковном радио. Программу ведет Катерина Тимошенко. — И Дэвид Шнейлеров. — И сегодня у нас в гостях Ирина Шаталова. — Директор международного фестиваля документального кино «Докер», который в эти дни проходит в Москве. — Вот это очень важно. Уважаемые радиослушатели, в эти дни в Москве, в киноцентре «Октябрь» проходит любопытнейший фестиваль документального кино «Докер». И мне кажется, что действительно ситуация с документальным кино в России и в нынешней, она интереснее, чем ситуация с игровым кино. — Потому что, на мой взгляд, все-таки, во-первых, документальное кино более свободно, а во-вторых, судя по взаимоотношению с «Арт-Док-фестом», еще и более опасно. — На самом деле. Потому что документальное кино — это правда. Сколько стран не побоялось принять участие в фестивале? Я имею в виду про полит... не политику, это неправильное слово. Я имею в виду политиканство. Абсолютно. Потому что, мне кажется, и мы вот перед вами обсуждали со Стасом Наминым, культура должна, черт побери, соединять, а не разъединять. Все эти идиотские, тупые политические запреты — это кошмар. Насколько вы почувствовали это в этом году? И сколько, и скольких стран прислали фильмы, и скольких стран приехали? — Ну, здесь важно подчеркнуть, что у нас практически весь год идет работа по отбору фильмов, по сбору заявок. — Ситуация сильно изменилась. — Да, то есть нам начали присылать еще осенью и продолжили до весны. Изначально у нас был вообще такой серьезный страх, что нам делать с программами, а что есть, начнут отказываться, и как быть. Мы пытались какую-то выработать тактику, не меняя стратегии, но когда начали связываться, мы поняли, что, видимо, все-таки документалисты, вот они не придерживаются вот этой идеи бойкотов каких-то, они не придерживаются идеи таких вот глобальных выступлений и протестов, потому что, опять же, как я говорила до этого, практически все истории показаны у нас на фестивале. — Да и вообще документалист, он всегда все-таки в центре его вообще фокусировки находится простой человек. — Ну, как правило, да, то есть это чаще всего, и поэтому документалист прекрасно понимает, для кого он снимает, да, он понимает, что он снимает не для каких-то там чиновников или каких-то политиков или чего-то такого, он снимает для обычных людей и прообычных людей чаще всего. — Поэтому у нас, если говорить о том, кто принял участие, ну, мы не всех берем все-таки, да, то есть здесь тоже важно, что мы не идем в сторону там набора количества стран, но тем не менее 25 стран, вот мы посчитали по всем программам, приняли участие, включая и Канаду, и Европу, и Францию, Италию, в основном в конкурсе два итальянских фильма, у нас даже раньше не было такого, такой популярности Италии, и, конечно же, Латинская Америка, Аргентина, Мексика, Китай, Иран. — Ну, всех не вспомню. Отказы были, отказы совершенно конкретные, вот что мы не хотим принимать участие. — Потому что? — Да, потому что. Они были вежливые абсолютно, но вот есть позиции некоторые, мы не хотим принимать участие в фестивале в России. Но таких отказов было вот несколько, то есть буквально по пальцам пересчитать. — А приехало сколько? — Я думаю, что приехало бы много, если бы мы всех оплачивали и приглашали, к сожалению. — Вы оплачиваете, да? — К сожалению, у нас нет такой возможности в этом году и вообще последние годы, то есть финансовые возможности. Это связано тоже по несколькими причинами. Частично это связано с тем, что культурные центры и посольства прекратили свою работу в России, потому что они очень часто поддерживали приезды авторов. Ну и плюс ко всему спонсоры тоже сократили культурную поддержку. Это произошло с пандемией, на самом деле. То есть мы чувствуем вот эту сложность с привозом людей уже, получается, третий год. Но все выходят на видеосвязь, то есть все, что касается обсуждений, это происходит в любом случае со зрителем. Для нас очень важно, чтобы режиссер... — То есть обсуждения, они все равно вживую проходят с авторами? — Да, конечно. То есть они выходят на связь сразу после картины и минимум минут 40-50 мы там мучаем их вопросами, чтобы никто не остался без ответа с каким-то таким мучающим вопросом. Есть, конечно, и авторы, которые приехали, израильская документалистка, вот прилетела вчера, иранцы приедут. Ну, то есть то, что можем, то мы... тех, тех мы привозим. Была бы... Я думаю, что если была возможность, то приехало бы гораздо больше людей. — Какой возрастной ценз аудитории? Кто в основном посещает показы? — Ох, мы исследовали, делали исследования вообще нашей аудитории и пришли к выводу по соцсетям и по опросам. Вообще такой средний, среднеключевая наша аудитория — это 25-35 лет. Если говорить о... — Мужчина, женщина? — Ну, как-то поровну. Да, поровну. — Образовательный ценз? — Вот это мы не исследовали. Это не настолько подробно, но вообще у нас программы очень делятся. То есть есть действительно программы для детей, вот этот... — Докер Кидс, да. — Докер Кидс 6+, 12+. Их не так много, это несколько сеансов буквально, но тем не менее, это какое-то такое расширение аудитории. Есть фильмы строго 18+, это в основном фильмы в док-терапии. Ну, это по разным причинам 18+, но тем не менее... — По каким? — Чаще всего, потому что достаточно тяжелые темы. — Насилие. — Насилие, да. Ну, то есть разговоры о насилии, разговоры о каких-то проблемах, сложностях. Иногда это может быть какой-то алкоголизм. То есть это в любом случае такая взрослая программа, которую мы сразу решили, что нет, там не надо детей и подростков, все-таки пусть приходят взрослые осознанные личности. Вот. А если, говорит, в целом мы фестиваль, мы считаем, что у нас фестиваль 16+. — Какие самые интересные события произойдут в оставшиеся дни? Вот расскажите нашим радиослушателям, на что им имеет смысл сходить, на ваш взгляд. — Да. Ну, и фестиваль идёт до 28-го. Август у нас будет закрытие такое официальное с вручением призов 24-го. И затем будет несколько показов таких фильмов-победителей. То есть уже без обсуждений такие показы в кинотеатре «Салют». Вот. Что касается событий, то действительно ближайшие выходные будут очень насыщенные. Это самые насыщенные дни нашего фестиваля, потому что в будни мы всё-таки начинаем показы вечером, в 5-6 вечера. Да, в выходные мы стартуем прямо с часу, параллельно в двух залах. Я, конечно, рекомендую идти на конкурсные фильмы, потому что на них основной акцент. И действительно, если вдруг у зрителей нет вообще опыта с просмотра документального кино на большом экране, то я советую начать с основного конкурса. Либо с конкурса «Короткого метра», потому что формат коротких короткометражных фильмов, он чуть-чуть попроще, чуть-чуть легче. Это несколько фильмов в блоке. И плюс ко всему это тоже обсуждение с авторами. Получается по 3-4 автора за сеанс. И можно такое увидеть палитру сразу фильмов, подходов. И если вдруг наскучит один фильм, то он достаточно быстро кончится и начнётся другой. Ну плюс поколению клипового мышления. Наверное, чуть-чуть проще будет. Ну что же, да, на этом мы заканчиваем нашу беседу. У нас в гостях была Ирина Шаталова. Да, спасибо, Ирина. Спасибо, Ирина. И, ребят, приходите на фестиваль «Докер». Документальное кино – это последнее честное кино, которое на самом деле осталось. А мы сейчас прервёмся, а потом Катерина Тимошенко... И Давид Шнейдеров. ...вернутся к вам... ...с программой «Синемания». ...со свободным разговором. Синемания – область культуры. Вся палитра культурной жизни мира – страны Москвы и Подмосковья.